Панель основных инструментов управления. Рассмотрим подробнее панель основных инструментов. Первые две стрелочки – манипуляторы. Самая первая позволяет выбирать объекты и перемещать их. Вторая – то же самое, только без дополнительных вспомогательных элементов вокруг объекта. Таких, как всевозможные измерители расстояний и прочие подобные индикаторы. Инструмент «Рука» позволит двигать холст в пределах верстака. Инструмент «Лупа» соответственно позволит быстро увеличить выбранный фрагмент. Разовое нажатие этим инструментом по холсту приведет к приближению холста на один шаг. Если же выделить лупой определенный участок, масштабирование будет произведено таким образом, что выделенный участок просто заполнит рабочее пространство верстака, вписавшись в его рамки от края до края самой широкой своей стороной. Инструмент «Пипетка» позволит оперативно скопировать цвет того или иного элемента. Инструмент «Заливка» позволит заполнить одним цветом значительное пространство от границы до границы. Следующий инструмент «Градиентная заливка». Для использования его достаточно, нажав левую клавишу мышки на требуемом объекте, потянуть курсор в сторону и отпустить клавишу мышки. Чем дольше вы тянете, тем плавнее градиентный переход. Впрочем, уже заполненный градиентом объект легко можно подкорректировать через панель свойств. Также под этим инструментом скрывается инструмент «Brush Transform», позволяющий обойтись и без блуждания в настройках и с достаточной оперативностью покрутить градиент в разные стороны. Инструмент «Перо» позволит создать более сложные формы практически вручную. Работает он совершенно аналогично подобным инструментам в наиболее известных графических редакторах. Под ним же скрывается другой инструмент – карандаш. Используя его, можно рисовать не векторные линии без Е, а растровые, совершенно произвольной формы, в точности как обыкновенным карандашом. Инструмент «Ректор Энгл», как и два других инструмента, скрытых в этой группе, позволяют рисовать заполненные заливкой фигуры, квадраты и прямоугольники, круги и эллипсы, ну и, конечно же, прямые линии. Инструмент «Грайт» позволит в любой произвольной точке карты растянуть систему линейк. Под ним также скрываются несколько дополнительных инструментов, аналогичных по действию. При помощи них можно растянуть такой же, не закрепленный ни за какой точкой или объектом, холст, стек-блок, скролл-вьюер или бордер. Инструмент «Текстовый бокс» позволит ввести в произвольные точки холста некий текст. Для этого достаточно всего лишь растянуть рамку, обозначив пространство, в которое этот текст должен быть вписан. Инструменты, спрятанные под ним, позволят вставить в дизайн поле для ввода текста и поле для ввода пароля. Инструмент «Баттон» позволит вставить на верстак кнопку. Под ним также можно найти целую коллекцию прочих элементов управления. Чекбокс, выпадающее меню, список прокрутки, радиокнопку, скролл-бар и ползунковый регулятор, также известный как слайдер. Еще ниже расположен быстрый доступ в библиотеку заготовок. В ней можно найти как кнопки и прочие формы управления, так и скрипты, стили и множество других элементов, из которых состоит страница. После выбора любого элемента этим способом, кнопка ниже превратится в иконку только что вставленного элемента и позволит быстро, без долгих поисков, вставлять аналогичные элементы на страницу простым нажатием на нее. Продолжение следует...